Меня зовут Наталья Шукова, я ведущий юрист компании «Изберрешение». И сегодня с нами также проведет этот вебинар мой коллега Павел Столяров, также ведущий юрист компании «Изберрешение». Надеюсь, что меня слышно всем хорошо. Давайте я начну демонстрацию экрана. Коллеги, подскажите, виден ли экран, видна ли презентация, которую я демонстрирую? Все ли в порядке? Да, все отлично видно, спасибо. Отлично. Все, тогда начинаем. Тема нашего сегодняшнего разговора – это договорный процесс, снижение рисков в договорах и те правовые механизмы, которые выработала судебная практика последних лет. Прежде всего, коротко о компании «Изберрешение». Компания «Изберрешение» уже очень успешно находится на рынке с 1994 года. Она является основателем и лидером рынка аутсорсинга бизнес-процессов. Соответственно, мы представляем департамент лига компании «Изберрешение». В рамках нашего департамента мы с Павлом занимаемся самыми различными правовыми вопросами. Это и корпоративный блок, и договорный, и судебная работа, и различные таможенные вопросы, налоговые. Так что будем рады, если вы к нам обратитесь, и мы с вами еще посутрудничаем. Наш вебинар сегодня будет состоять из нескольких блоков. Вы видите их на экране. Но начнем мы прежде всего с введения в договорный процесс. Это начало договорного процесса, ответственность за недобросовестные переговоры. Далее мы поговорим о различных видах обеспечения исполнения договора. Это неустойка, коммерческий кредит, солидирование задолженности и возмещение потерь. Также посмотрим на такой интересный институт, как «Заверения и гарантии». А также рассмотрим новый, но уже очень успешно использующийся институт опционов. Мы выстроили свой вебинар таким образом, чтобы вы могли после нашего с Павлом изложения материала задать все вопросы, которые у вас появятся. Так что пишите их в чат, нам модераторы вопросы озвучат. Мы будем рады ответить после презентации. Ну что ж, давайте начнем. Первое, с чего начинается любой договорный процесс, это ответственность за недобросовестные переговоры в случае, если ваш контрагент вступил с вами в переговоры, но по какой-то причине их прервал. До 2015 года вот такое поведение не считалось каким-то злостным нарушением, злостным поведением со стороны нашего контрагента. И было сложно доказывать, сложно привлекать к ответственности за подобное поведение. Но в 2015 году в Гражданский кодекс ввели новую статью, которая как раз посвящена ответственности за недобросовестные переговоры. Но чтобы понять ответственность, давайте посмотрим, какое поведение от участников гражданского оборота предполагается. Прежде всего предполагается, что стороны, вступая в переговорный процесс, подходя к моменту заключения договора, будут вести себя добросовестно. Добросовестность – это оценочная категория, которая предполагает, что поведение разумное, обоснованное и ожидаемое от любого участника переговорного процесса. Запрещается вступление в переговоры без намерения заключить договор. Но это очень распространенные практические ситуации, когда ваш контрагент вступает в договор, в переговорный процесс, прошу прощения, для того, чтобы для себя получить какую-то интересующую информацию. Например, понять характеристики товара, которые его интересуют, либо даже узнать какую-то конфиденциальную информацию, потому что именно в преддоговорном процессе колоссальный объем конфиденциальной информации, которая раскрывается сторонами. Но гражданский оборот достаточно мягко подходит к трактованию поведения сторон и предполагается, что добросовестные стороны, вступая в переговоры, ведут себя добросовестно, если не доказано обратно. В случае, если удается в судебном процессе доказать, что контрагент вел себя как-то неправильно, вышел из переговоров на заключительной стадии, на финальной, например, когда уже вот-вот должно было произойти подписание договора, гражданский кодекс предусматривает несколько видов ответственности. Это, прежде всего, расходы на ведение переговоров, то есть, допустим, аренда помещений, которые брались в аренду для того, чтобы проводить эти переговоры. Например, расходы на приготовление к заключению договора – это наша чаще всего юридическая работа, юридический блок. И третий вид ответственности – это убытки, которые можно взыскать с контрагента за незаключение договора с нами. Ну, допустим, если вы решили сдать весь свой этаж в бизнес-комплексе, будучи арендодателем, вы решили сдать одной компании очень крупной, и для этого с маленькими арендаторами расторгли договор, вы понесли убытки. В той части, что если мы с вами не заключим договор, как крупный большой арендатор, вы недополучите вот ту выгоду от маленьких арендаторов, которые бы вам платили. Давайте посмотрим на судебную практику, потому что именно она наиболее красноречиво демонстрирует, как же применяется эта ответственность. Ну, например, вы видите на слайде определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда рассматривало очень интересное дело, когда один из контрагентов был очень нерешительный, ну, или очень корректно себя вел. Он до последнего момента не сообщал своим покупателям о том, что у него есть другое предложение другого контрагента, и он тянул прям до конца, когда уже у покупателя сложилось впечатление, что с ним будет заключен договор. Соответственно, он привлек очень много финансовых ресурсов, те же юристы, аудиторы, дью-дил провел и так далее. И Верховная коллегия сказала, что поскольку в итоге договор не был заключен, и контрагент ушел к другому лицу, мы разумно не могли этого ожидать, исходя из того, как с нами велись переговоры. И вот такое поведение ввело нас в заблуждение. Мы разумно рассчитывали на то, что договор будет заключен. Соответственно, нам присудили убытки, которые мы понесли в результате вот этой преддоговорной работы. Далее. Второе дело – это арбитражный суд Московского округа в конце 2017 года рассматривал дело Ошана. Очень такое громкое дело было, когда один из менеджеров Ошана вел преддоговорную работу с арендодателем, и арендодатель выселил как раз всех из помещения, рассчитывая, что сейчас вот туда заедет Ошан. Дошло даже до того, что со стороны арендодателя был подписан договор. Все. И курьер повез этот договор в Ошан. В последний момент, когда курьер приехал в здание Ошана, в основном, головной офис, и договор просто отказались брать. А почему так получилось? Потому что менеджер, который вел этот процесс преддоговорный, почему-то менеджер, да, он не имел никаких полномочий, он не провел никакие корпоративные одобрения, соответственно, договор не был в итоге заключен, но в пользу арендодателя взыскана даже упущенная выгода, что, кстати, бывает довольно редко в судебной практике. То есть, если реальный ущерб еще как-то мы можем доказать, то упущенную выгоду в судебной практике довольно сложно взыскать. Вот это такой уникальный кейс, очень хорошо показывает применение этой статьи. Ну и третье дело, это одно из дел прошлого года, совсем свеженькое, когда между сторонами был заключен рамочный договор, и в рамках этого договора никак не могли договориться о спецификации товара. В итоге контрагент письменно, один из менеджеров пообещал, что мы заверил другого контрагента, что мы точно согласуем спецификацию, вы пока приобретаете товар под переработку. Мы все согласуем, точно-точно, обязательно согласуем. В итоге спецификация так и не была согласована, а товар, который наш контрагент закупил, не мог быть реализован кому-то еще в силу конструктивных особенностей этого товара. То есть товар изготавливался под конкретного контрагента. Суд сказал, что поведение свидетельствовало о том, что было завоевано доверие, даже вот такими категориями суд оперировал. Таким образом, в результате рассмотрения этого дела также были взысканы убытки в размере стоимости товара, который, кстати, даже потом не был передан. Ну, какие же рекомендации по снижению рисков в рамках преддоговорного процесса? Ну, прежде всего, понимать, что преддоговорный процесс – это история серьезная. То есть к нему нужно относиться так же серьезно, как и к договору самому. Прежде всего, нужно информировать ваших контрагентов о том, что вы, например, находитесь в стадии параллельных переговоров, если у вас есть какие-то еще планы, может быть, на других контрагентов. Желательно, конечно, сообщать всем контрагентам о том, что вы ведете переговоры и примерно даже на какой стадии. Если вы вдруг делаете выбор не в пользу лица, с которым вы переговариваетесь, вам желательно указать письменно не только факт того, что мы вас не выбираем и все, точка, а также указать, по каким причинам вы их не выбрали. Следить нужно очень обязательно, на какой стадии этот процесс переговорный находится. Потому что если вы своим поведением демонстрируете, что вот-вот мы подойдем к финальному шагу заключения договора, то здесь ваша ответственность возрастает многократно. И нельзя ни в коем случае категорически просто неправильное поведение просто пропадать. То есть молчание вам пишут, где мы находимся, вы не отвечаете. Такое поведение однозначно будет в случае судебного спора рассмотрено как недобросовестное. Особенно если вы где-то находитесь на финальной стадии согласования. Вот я уже упомянула также о том, что колоссальное количество конфиденциальной информации раскрывается в рамках предоговорного процесса. Соответственно, очень рекомендуется заключать NDA и заключать его с таким расчетом, что вам его нужно очень отслеживать, его содержание, и исполнять. Поскольку есть высокий риск того, что сторона в случае заключения договора обратится к NDA, ваш контрагент, и посмотрит даже в том числе блок ответственности, который там прописан. Но самое, наверное, правильно – это заключать соглашение о порядке ведения переговоров, если вы находитесь в переговорах по какому-то очень крупному активу. Понятно, что если там сумма контракта небольшая, то в этом нет большого смысла. Но если актив значительный для вас или для контрагента, соглашение такое нужно заключить. И можно даже прописать ваши риски путем установления, например, неустойки за выход из предоговорного процесса. Можно установить эксклюзивность так называемых переговоров. То есть только то, что с вами только ведется переговорный процесс. В общем, механизмов много. Так, наверное, на этом все. Давайте перейдем к следующему этапу, к следующему инструменту – это заверение и гарантии. Заверение и гарантии – это некие подтверждения, которые вы даете в рамках договора. Ну, чаще всего в 90% в рамках самого договора. Вы прописываете, все, наверное, видели. Настоящим контрагент гарантирует или настоящим контрагент заверяет. И вот такие заверения, в принципе, несут дополнительную смысловую нагрузку, но, вдобавок ко всему, еще и правовую. Потому что это некие дополнительные для вас бонусы, в случае неисполнения которых или в случае ложности которых вы можете привлечь своего контрагента к ответственности. И вообще, если такое заверение окажется неверным, у вас есть очень значительный механизм давления на вашего контрагента. Потому что вы можете справедливо предъявить довод, что вы не вступили бы в договор, если бы не было этих заверений, поскольку они для вас критически важное значение имели. На практике за ложность заверений также изыскиваются с контрагента убытки. В 2018 году в конце пленум Верховного суда вышел, который рассматривал в частности эти вопросы. И юристам, конечно, нужно обращать внимание на заверение гарантии и вообще всем, кто находится в договорном процессе, потому что есть некая, наверное, психологическая больше установка, что я заверяю, и что с юридической точки зрения последствия могут быть глобальны и огромны для компании. То есть с заверениями нужно быть аккуратным. Так, заверения можно дать в отношении определенного актива, то есть, например, предметы договора. Если мы речь ведем о поставке, например, можно заверять о том, что этот товар был действительно произведен нашей материнской компанией, что он везен на территорию России в соответствии с требованиями Таможенного союза, что он растаможен, что у него есть, например, маркировка ЕАЭС. Это в отношении предмета договора. В отношении самого договора вы можете заверять о том, что у вас есть какие-то еще другие действительные договоры. Ну, это в отношениях аренды часто применяется, когда субарендодатель заверяет о том, что у него есть действительный договор с владельцем помещения. Третье – это заверение в отношении финансового положения страны. Чаще всего дается или в отношении налоговых обязательств. Очень часто в последнее время стало применяться о том, что нет налоговых задолженностей. Либо о наличии каких-то корпоративных одобрений на совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью. Какие последствия на решение ложности заверения? Ну, прежде всего, мы уже сказали о том, что это возмещение убытков или взыскание неустойки в зависимости от того, что установлено договором. Далее, если заверения будут признаны настолько существенно неверными, что ваш контрагент будет введен даже в заблуждение или это будет истолковано, поведение истолковано как обман намеренно, то у контрагента появится право требовать признать договор недействительным. Но также в отдельных случаях, если предусмотрено договором, может появиться право на отказ от договора. Давайте посмотрим... У меня тут схемка на слайде. Это такие реперные точки того, как нужно смотреть на заверение и гарантии. Дело в том, что важный момент. Гарантиям и заверениям слепо верить нельзя. Почему? Потому что суды очень часто говорят «доверяй, но проверяй». Я перефразирую, естественно. Мы можем доверять заверениям только в случае, если мы их разумно не можем проверить каким-то образом. Например, я прописываю в договоре, что в отношении актива, допустим, недвижимости, какое-то здание, которое я вам собираюсь продать, нет никаких судебных процессов, оно не завожено, у него нет никаких обременений. Я это все прописываю в договоре, зная совершенно четко, осознавая, что все, что я сказала, неправда. Вы приобретаете у меня этот актив, и к вам прибегают кредиторы, которые хотят, значит, часть этого имущества отобрать. Мы идем с вами в суд, вы меня, значит, приглашаете в суд в качестве ответчика, и я выдвигаю аргумент, что вы разумно не могли полагаться на эти заверения. Почему? Потому что вы могли открыть кадр-арбитр, это система арбитражных судов, забить туда адрес контрагента и посмотреть, что инициировано судебное дело. Это делается примерно за две минуты. Вы могли заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости и увидеть по номеру объекта недвижимости, что он находится в залоге у банка, например. Ну, или у кого-то еще. Соответственно, мы исходим при толковании заверений из трех реперных точек. Заверение само по себе недостоверно. Сторона, которой мы дали эти заверения, действительно на них полагается, потому что она их сама никак не может, проверить, у нее нет механизмов правовых проверить это заверение. И сторона, которая дала заверение, знала или разумно предполагала, что вы действительно будете полагаться на эти заверения. Вот в моем примере я могу выдвинуть аргумент, что я не предполагала, что вы будете на эти заверения операцией, и есть большая вероятность того, что суд ко мне прислушается и скажет, ну, действительно, ваш контрагент проявил несмотрительность в том, что он даже не заглянул ни в один реестр, ничего не проверил, никакой юридической работы с его стороны не было проведено. Конечно, каждое дело абсолютно разное, но тем не менее общий подход судов на данный момент вот такой. Ну, давайте перейдем к последней теме, которую я расскажу дальше уже продолжит Павел. Очень-очень интересный институт называется Апциум. Так, коллеги, у нас что-то сломалось. Давайте еще раз. Сейчас меня слышно? Слышно? Так, давайте вернемся к Апционам. Прошу прощения, какие-то у нас технические вопросы. Так, вернемся к Апционам, к новому интересному институту. Итак, Гражданский оборот выделяет два вида Апционов. Это Апцион на заключение договора и Апционный договор. Вот смотрите, исходя из названия, уже все понятно. Апцион, общен, да, все знакомы с английским языком, Апцион — это возможность в английском языке. Соответственно, Апцион — это примерно то же самое. Это какая-то возможность правового установления отношений в будущем. Апцион на заключение договора — это возможность заключить договор в будущем. То есть, как реализуется эта конструкция? Есть, вот мы сейчас посмотрим, есть оферта, в которой вы делаете предложение, да, вашему контрагенту. И заключить договор в будущем на каких-то условиях, которые вы предусмотрели сейчас. Есть акцепт этой оферты, когда ваш контрагент соглашается заключить этот договор. И, соответственно, путем акцепта оферты происходит заключение договора. Зачем вообще нужна такая конструкция? Зачем усложнять жизнь? Можно же просто заключить договор. Действительно, но иногда это неудобно. Например, у вас есть какие-то условия для того, чтобы заключить этот договор. Должно что-то в жизни произойти, чтобы вы решили в итоге заключить этот договор. Произойти какие-то события или, например, какое-то финансовое состояние измениться или что-то еще. Допустим, должен прийти товар в Россию и так далее. Что такое акционный договор? Акционный договор — это уже сам по себе договор. Но по этому договору вы вправе в последствии требовать исполнения. То есть вы заключили договор, но исполнение сейчас не требуете. И можете потребовать его в будущем, если захотите. А можете и не потребовать. То есть это зависит от вас. Ну, часто так реализуются договоры на оказание услуг, например. Вы понимаете, что сейчас вам эти услуги не нужны, но в течение года вы можете в любой момент весь объем услуг потребовать. В чем особенность? За заключение каждого из этих видов договоров оплачивается акционная премия. Это как вознаграждение за возможность оттянуть во времени, в момент заключения или исполнения договора. и опционная премия не возвращаются. Ну, например, если вы не потребовали исполнения по опционному договору, опционная премия вам не вернется. Так. Ну, вот кратко вот так выглядит вот так выглядит вариант реализации опциона и опционного договора. то есть у нас оферта, акцепт оферты и акцепт оферты приводит к заключению сделки к договору на определенных условиях. Опционный договор это сразу заключение опционного договора, потом возникновение в жизни каких-то обстоятельств, контрагент предъявляет требование исполнить названное по договору и, соответственно, происходит исполнение. где применяются эти опционы? Я уже сказала, что это очень институт, который выстрелил, можно так сказать, везде. Это и IT-сектор, и сфера медуслуг. Ну, наверное, приведу пример, чтобы было понятнее. Допустим, крупный игрок на рынке, не будем называть имена, крупный игрок на рынке создает свою экосистему. И он смотрит по сторонам, так и видит разные стартапы интересные. И он не знает, будет ли этот стартап успешен. Он смотрит на этот стартап, присматривается к нему и решает, пущу-ка я его к себе в экосистему, но одновременно он получит какие-то ресурсы экосистемы, сможет с другими членами экосистемы взаимодействовать, какие-то выгоды, получать, наращивать свои потенциалы, вести бизнес успешно. То есть мы обеспечиваем как крупный игрок ему взлет. Что при этом мы хотим получить? Мы заключаем с ним опционы на заключение договора о том, что когда он подрастет, в случае, если это случится, мы приобретем его акции не по стоимости уже подросшей компании, когда, например, одна акция будет стоить не знаю, 10 тысяч чего-нибудь условных единиц, а, например, мы сейчас за одну условную единицу договариваемся, мы тебе даем наши ресурсы экосистемы, заключаем с тобой опцион на заключение договора, и впоследствии, когда ты вырастешь, мы у тебя эти акции выкупаем, мы становимся с тобой твоим собственником. Вот. Коротко об опционах. Их еще есть три вида. Это call-опцион, put и put-and-call. Call-опцион это опцион покупателя, то есть он предполагает право покупателя потребовать продажи вещи по установленной цене. Это очень для покупателя удобный инструмент, когда цены на рынке растут. Ну, например, ожидаем рост цен на актив, нещем риски того, что, конечно, цена упадет, но, тем не менее, даже если она вырастет, вернее, если она вырастет, мы точно будем в плюсе. Вот опцион это опцион продавца. Здесь право продавца потребовать покупки вещи по определенной цене, когда продавцу это выгодно. Ну, это выгодно тогда, когда его актив стал стоить меньше, а он уже договорился о том, что он за большую цену продаст. Put-e-call это совмещение соответственно этих опционов. Формы этих договоров несложные, опционное заключение договора соответствует ровно такой же форме, как заключается сам договор. то есть, если это договор купли-продажи, который может быть заключен в простой письменной форме, то опционное заключение договора тоже будет в простой письменной форме. опционный же договор заключается в форме, предусмотренной законом для договора. То есть, опять же, если это, например, договор, который подлежит нотариальному удостоверению, то опционный договор будет нотариально удостоверен. Так, коллеги, на этом у меня все. это в каком-это donc, 2-3-3-2-3-4-6-0,